Запись, всё. Со святым вечером, дорогие отцы, братья и сёстры. Сегодня мы с вами поговорим о святом праведном Филарете Милосевом. Блажение Милосев, ибо они помилованы будут, так сказал Господь. Это сбылось на блаженном Филарете Милосев, в котором милосердие получило от Бога богатое воздаяние и в настоящей жизни, и в будущем. Вся жизнь богатого византийского земледельца Филарета является доказательством тому, что богатство истинного христианина не в материальных ценностях, а в духовном величии. Несмотря на осуждения близких людей, он всю жизнь заботился о бедняках и беспризорниках. Святой Филарет Милосев с радостью помогал вдовам, сиротам и нищим. Давал им одежду, принимал под своим кровом и угощал за своим столом, как самих желанных, как самых желанных и уважаемых гостей. Многие люди приходили к нему с просьбами и горестями, зная, что он не услышал отказа. Господь даровал своему угоднику долгую жизнь, наполненную испытанием. Многие годы благочестивый христианин жил в соответствии с утверждением, что жизнь в вере, но без добрых дел не имеет смысла. Селение Филарета Георгия и Анна – выходцы из Восточной Армении. В начале VIII века они переехали в Амни. Селение расположено на живописных берегах одноименной реки Пафлагонии, области на севере Малой Азии, к востоку от Вифинии. Было это в царствовании императрицы Ирины, матери юного императора Константина VI. Императрица Ирина, супруга IV Хазара, иконопочитание, она поделала гонение от мужа, а после его смерти вступила на престол вместе с малолетним сыном. В ней было восстановлено иконопочитание. По ее расстоянию создан был VII Василинский собор в Никее в 787 году, на котором провозглашено истинное и осуждено иконоборчество. Сын Ирины и Лева IV Константин царствовал под именем императора Константина Парфиродного, Маглинародного до 797 года. Ирина царствовала и после сына до 802 года. От родителей Филарет унаследовал не только богатство земли, но и праведность. Георгий и Анна воспитывали сыну в благочестии, в страхе Божьем. И жизнь его украшала целомудриями и всякими другими добродетелями. Филарет с ранних лет помогал беднякам и нуждающимся в помощи людям. Досинив свое совершенство, Филарет вступил в супружество с девицей Феозвой, происходившей из богатой аристоклической семьи. Этот брак приумножил его богатство. Под Феозову у него родилось трое детей – сын Иоанн и две дочери Ипатии и Иванфия. Бог благословил блаженного Филарета, как и в прежние времена праведного Иова. И умножением ее имущества в изобильном богатстве были многочисленные стадо и села, плодоносные нивы, виноградники. Изобилие было во всем. Сокровища в свое были полны всяких земных благ, и многое множество рабов и рабынь служили при доме его. И был известен Филарет как один из знаменитых вельмож той страны. Но богатство Филарета не радовало. Зная, как много людей страдает от бедности, вспомнил слова Христа Спасителя и слова апостола о том, что человек, умирая, ничего не уносит из мира. И строки царя Давида о вознаграждении праведника. Имя Филарет в переводе с греческого языка означает «любящий добродетел». Согласно своему имени Филарет питал великую любовь к людям, ближним и дальним, знакомым и незнакомым. И сердце его не могло спокойно взирать на человека, находящегося в какой-либо нужде. Сергей Дмитрий Ростовский так описывает духовное состояние, житья святого Филарета Милосы. Обладая таким великим богатством, видя, как в то же время многие бесуют от бедности и крайней нищеты, он чувствовал к ним сострадание, в умилении души говорил себе. Неужели так много благ получил я от руки Господня, только ради того, чтобы самому одному ими питаться и жить наслаждением, угождаясь своему чреву? Не должен ли я разделить дарованное мне Богом великое богатство с нищими, вдовами, сиротами и странниками и убогими, которые Господь на старшем суде перед ангелами и людьми не постыдится назвать своими братьями, так как он говорил, «Как вы сделали это одному из братьев моих, сих меньших, то сделали и мне. И какую пользу принесут мне в день страшного суда все имения мои, если я по скупости своей сохраню их для одного себя? Ибо на том суде не получат милости те, кто отказал милости. И будут ли мои имения для меня в будущей жизни бессмертные пищу и питье? Послужат ли мне там мои мягкие одежды нетленным одеянием? Нет, всего не будет, ибо так говорит апостол. Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не сможем и вынести». Он, не скупясь, раздавал помощь всем нуждающимся, кто бы ни приходил к нему. Поэтому Господь и благоволил ему, умножая его богатство в той же мере, в какой праведный раб Божий расточал их во благо ближнему. Будучи в преклонных летах, Филарет весьма счастлив, окруженный многочисленной семьей, не имея иной заботы, как только выждать Богу, употребляет свои богатства на благо ближнего. Желая испытать праведника, Господь послал ему великое испытание, подобно праведному Иову. Однажды рабы напали на Пафлагонию и опустошили эту страну. Разграбили они и многочисленные владения Филарета. У него осталось только два вола – корова с теленком, конь, осел, несколько ульев и дом с небольшим полем. Филарет обрадовался этому событию, говоря, что избавился от тяжелой ножки. Несмотря на столь желанное и великое несчастье, угодник Божий не проронил ни одной жалобы, ни одного упрека. Напротив, он благодарил Бога за избавление от бремени богатства, вспоминая слова Христа Спасителя. Удобнее верблюду пройти с кус игольной уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Как обычный крестьянин, он пахал землю на своих полах, чтобы прокормить семью. Но и потеряв богатство, человеколюбец продолжал помогать людям, крестьящим о помощи, пока не раздал и последнее, что имел. Жена и дети упрекали его, что он больше заботится о благе нищих, попрошек, чем о членах своей силы. Кротко приносил праведник упреки жены и на смешки детей. Я имею в тайниках вам неизвестных такое богатство и такие сокровища, отвечал народным, которых достанет вам, даже если вы и сто лет проживете без труда и ни в чем не заботитесь. Конечно же, он говорил о духовном богатстве и о сокровищах, ожидающих праведных христиан в Царстве Небесном. Свидетель Дмитрия Ростовской подробно описывает житие праведного Филарета в этот период испытаний бедностью и непониманием самых близких людей. Но вот наступило время, когда человеколюбец Господь, всеустрояющий на пользу человека, допустил и Филарета праведного, подобно древнему угоднику своему Иоу, подвергнулся искушению. В то время по Божьему попущению на ту страну, в которой жил Филарет, напали рабы и подобно вихрю измальтяне и подобно вихру окружающему их пламени и поджигающему они опустошили всю страну и увели в плен множество жителей. Уведены были и у Филарета все его стадо, овцы, балы, кони, ослы, взять были в плен многие его рабы. И остался у Филарета только его дом, в котором он жил, да одна нива, претерпевая такую нищету, лишения и напасти, сей добрый муж никогда не скорбел и не роптал, как второй Иоу праведный. Он не согрешил перед Богом, ни даже словом, не согрешил устами своими, но подобно тому, как радуется множество, множество свое богатство, так и он радовался своей глубокой нищете, которую менял за великое сокровище. Однажды святой Филарет взял двух валов и пошел возделывать оставшуюся у него поле. Работая, он восхвалял радостно и благодарил Бога, что начинает по заповеди его святой в поте лица свое есть хлеб свой, и что труд спасает ее от ленности и праздности этих учительниц всякому злу. Вспоминая, он и слова апостола, возбраняющего есть ленивому и любящему праздность человеку. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. И возделал свою землю, блаженный Филарет, чтобы не оказаться ему недостойным есть свой хлеб. В тот день возделал свое поле и один поселянин. И вот внезапно один из валов его заболел и пал. Горько плакал земледелец и скорбел неутешно, тем более, что у него валы были не свои. Он едва их выпросил у своего соседа для обработки ленивы. И тогда вспомнил он и облаженный Филарет и сказал, «А если бы не обнищал этот самый милостивый нищелюбец, сейчас бы пошел к нему и получил бы от него, наверное, не только одно одного, но даже двух валов. Но он и сам теперь в большой нужде, и ему нечем помочь другому, как бы этого не желало его сердце. Однако же пойду я все-таки к нему. Он, по крайней мере, пожалеет меня, и хотя словом своим утешит меня и облегчит мою тяжелую скорбь и печаль». Он взял свой посох и отправился к блаженному Филарету. Блаженный Филарет, видя, как огорчен этот человек, сейчас же выпрях из-под своего ярма одного из валов и отдал его поселянину. И сказал, «Возьми, брат, этого вала моего, и ступай, обрабатывай свою землю, благодаря Господу сюда». С благодарностью он поклонился поселянному и блаженному Филарету, принимая его щедрое подаяние, и сказал, «Господин мой, великое и достойно удивления твое решение и угодно Богу и твое милосердие. Но нехорошо разлучать двух валов, трудившихся вместе, и с одним трудно будет обойтись тебе самому. Возьми, брат вала, который я тебе дарю», отвечал ему праведно, «и иди с миром, у меня же есть еще один вол дома». Земледелец поклонился блаженного до земли, взял вала и отошел, прославляя Бога и благодаря милостиво благотворителю. А Филарет взял оставшегося вала, звонил в ярмо его на свои плечи и пошел домой. Когда он подходил к воротам своего дома, то его жена, увидев, что вол идет впереди, а муж ее следует за ним с ярмом на своих плечах, сказала ему, «Господин мой, а где же у тебя другой вол?» А Филарет отвечал, «В то время, как я отдыхал после работы, а воли поселись на свободе, то один из них ушел и заблудился. Или, может быть, кто-нибудь взял его себе у него?» Услышав, сия жена Филарета сильно огорчилась и поспешила послать своего сына разыскать пропавшего вола. Обойдя много полей, юноша наконец нашел свое вола в ярме у того земледелца. Признав вола, он с гневом сказал земледелцу, «Злой и несчестный человек, как ты смел запрять чужого вола и работать на нем? Где и каким образом ты достал этого вола и припрямил его? Разве это не тот самый вол, который пропал у моего отца? А ты, найдя его, похитил, как вол и прислал ее себе, «Отдай мне вола, а если не отдашь, то ответишь на суде за него, как вол». Земледелец кротко отвечал ему, «Не гневайся на меня, юноша, сын святого мужа, и не обижай меня без всякой вины с моей стороны, ведь отец, сжалившись надо мной бедой и нищетой, добровольно отдал мне этого своего вола, так как мой вол работает под ярмом, вдруг неожиданно пал. И, услышав себя, юноша, устатился своего напрасного гнева, поспешил домой и рассказал обо всем своей матери. Она же выслушала его со слезами ускрипла, «Горе мне, бедное женение, милость его мужа!» и рвала на себе волосы и с криком, и воплями прибежала к своему мужу и упрекала его, «Бесчеловечный ты, с каменным сердцем человек, зачем ты задумал преждевременно уморить нас голодом? Вот за грехи наши мы уже лишились своего имущества, но Господь, милующий грешнику, оставил нам двух волов, чтобы мы с помощью их могли прокормить детей наших, а ты же, живший прежде в большом богатстве, никогда не работавший своими руками, находясь теперь в нищете, обленился, и не хочешь трудиться, и возделывать землю, но желаешь сладко почивать в своей комнате, и потому не ради Бога ты отдал своего вола этому человеку, но ради самого себя, чтобы не трудиться больше, не впрягать его в герму, а жить ленность и праздность. Однако же, какой ответ ты дашь Господу, если из-за твоей ленности я с детьми твоими погибну от голода? Взглянул на свою жену блаженный Филарет, скротностью ответил ей, «Послушай, что говорит сам Бог, богатый милостивый, взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо лучше их. Неужели не пропитает нас Отец, несравненно более дорогих ему, чем птицы? Он в старице обещает воздать тем, кои ради его и в Англии раздают свое имущество бедным. Итак, подумай, если за одного вола мы приобретем сто, то зачем нам скорбеть о том воле, которого я во имя Господа отдал нуждающимся? Говорил же себе милость и муж не потому, что он дешал о себе надеждой на воздаяние столицы и земной жизни, но для того, чтобы успокоить свою малодушную жену. И она замолкала, не находя возражений, на благоразумные слова своего мужа. Не прошло после того и пяти дней, как тот волк, которого подарил поселение блаженный Филарет, наелся ядовитого растения и пал. И это привело в недоумение его. И снова он, притяг Филарет, он сказал ему, господин, я согрешил пред тобой и пред твоими детьми, что разлучил пару волов твоих. Верно, потому и не допустил меня праведный Бог получить пользу твоего вола, ибо он объелся какого-то зелья и издох. Не промолвил ни одного слова, блаженный Филарет быстро привел своего последнего вола и отдал ее крестьянину, сказал, возьми, брат, и этого вола и уведи его. А я же должен быть в дальнюю страну и не хочу, чтобы этот рабочий вол оставался без меня в дому моем празднике. Сказал, разусе блажение ради того, чтобы человек тот не отказался принять от него другого вола. И он принял вола, возвратился в свой дом, удивляясь великому милосердию блаженного муха. А между тем в доме Филарета скоро все обо всем узнали о его поступке. И дети принялись плакать вместе с матерью и говорили, поистине не милосерден отец нас и не любит своих детей, потому и расточает все наше последнее имущество. Вскоре после этого в страну пришло царское повеление собраться всем воинам в полки и выступить против нечестивых варваров, восставших на греческую империю. При этом требовалось, чтобы всякий воин явился в полном вооружении и с двумя конями. Включистен был к одному из тех полков и один бедный воин именем Мусиль. И был у него только один конь, но и тот как раз в то самое время внезапно заболел и пал. Не имея средств купить коня, бедный воин пришел к блаженному Филарету и сказал ему, «Господин мой, жалуйся на мною и помоги мне, зная, что ты сам обеднел до крайности и у тебя только один конь, но ради милосердного Господа дай мне свое коня, чтобы мне не попасться в руки тысячника и чтобы не избил меня жестоко». И блаженный Филарет сказал ему на это, «Возьми, брат, моего коня и ступай с миром, но только знай, что не страха ради наказания тысячника даю тебе его, а ради милости Божьей». Вой же, взяв коня от святого и ушел от него славя Богу. И осталось тогда у святого Филарета и все имущество только корова с теленком, да и осел, да несколько улив пчел. Между тем один бедняк из дальней страны услышав о Филарете милости, пришел к нему и стал просить его, «Господин мой, дай мне одного теленка из стада твоего, чтобы и мне послужил твой дар благословения тебя, потому что мне стало известно, что твое даяние приносит благословение в дом и всячески обогащает его». И с радостью привел тогда своего единства теленка блаженный Филарет и отдал ее просящему. И вот по рассказу святителя Дмитрия Ростовского, когда святитель Филарет отдал ему теленка, то корова стала громко мычать, не видела своего теленка и подняла такой крик, такой вой, что все в доме заволновались. И жена сказала, «Зачем ты отдал теленка? Потому что корова не сможет без него существовать». И это он говорит, «Точно». И побежал за человеком. Сказал, «Постой, не уходи, тут корова сильно мычит из-за теленка. Забери корову с собой». И он отдал и последнюю корову этому человеку. И этот человек в восхищении ушел вместе с коровой. Он сказал ему, «Брат, жена моя говорит, что я согрешил, разлучив теленка с его матерью. И это правду она сказала. Спасибо, возьми вместе с теленком и корову и ступай с миром. Господь да благословит тебя и да умножит твое стадо, как некогда умножил и мое». И взял тот человек корову с теленкой и пошел с радостью домой. И благословил Бог дом его ради угодника своего Филарета. Отданная ему корову с теленком через несколько лет у него было уже больше двухста валов и коров. Вскоре после того наступил голод в той стране. И Филарет, праведный Филарет, дошел до последней крайности нищеты. Не имея чем прокормить свою жену и детей, Филарет взял осла, который только один устался у него и пошел в другую сторону, к одному, к своему другу, и взял у него взаймы шесть мер пшеницы и, навеющий ее на осла, в радости возвратился в дом свой и насытил свою жену и детей. И когда же Филарет отдыхал у себя дома после дороги, то пришел к нему нищий просить дать ему одно решето пшеницы. Жена, сказал тогда ей достойный подражатель Авраама, обращаясь к ней в то время, как она сеяла пшеницу, я хотел бы дать этому нищему одну меру пшеницы. А жена отвечала им, подожди, пока насытятся твои дети и твоя жена, и прежде всего дай мне одну меру а также работницы нашей и что останется сверх того, то отдай кому хочешь. Он же посмотрел на нее засмеяшек и сказал, а для меня ты ничего не оставишь. Да ведь ты ангел, возразил его Фиозова, а не человек, и в пище не нуждаешься. Если бы ты нуждался в пище, то не раздавал бы другим взятую взаймы пшеницу. Филарет молча отсыпал две меры пшеницы, оттал их нищему. Тогда жена Филарет окончательно вышла из себя от огорчения и досады и закричала ему, дай нищему уже и третью меру, потому что у тебя много пшеницы. Филарет отмерил еще меру и отпустил бедняка. А раздраженная на него Фиозова разделила оставшуюся пшеницу между собой и своими детьми. Между тем, взятая в долг пшеница скоро вышла, и Фиозове и с ее детьми опять пришлось голодать. Тогда она пошла к соседям и попросила у них полхлеба взаймы, приварила к нему лебеды и дала голодным детям и сама напиталась с ним, а святого Филарета даже и не вспомнили позвать к своей пропезе. Родные люди, подстрекаемые врагом рода человеческого, стали питаться отдельно от Филарета и утаивать от него еду. Но праведник не роптал, а попросил их принять его не как главу семьи, а как странника, нуждающихся в помощи. Однажды, нечаянно застал их за обедом, блаженный Филарет сказал им, дети, примите меня к своей пропезе, если не как отца вашего, но как гости и странника. Те засмеялись и приняли их к себе, в то время, как они ели, жена его сказала им, господин мой, долго ли ты будешь скрывать от нас то сокровище, которое ты говоришь где-то хранится у тебя? Может быть, ты смеешься от нам и здрастишь нас, как неразумные детей ложными обещаниями? Если же это правда, то покажи нам твое сокровище, тогда мы возьмем его и купим себе пищи и опять будем обедать вместе, как это было и прежде. Подождите еще немножечко, отвечал блаженный Филарет, и в скором времени будет вам показано и дано великое сокровище. Наконец, святой Филарет дошел до такой нищеты, что не имел уже больше ничего, кроме нескольких улей с медом, от которых питался сам, жена его и дети. Но и в такой нужде, если к нему приходили нуждающиеся, то он за неимением хлеба делился с ними медом. Домашние, увидя, что они лишаются уже и последнего пропитания, потихоньку отправились к пчелам, чтобы собрать весь оставшийся мед. Но нашли только один улей, из которого взяли себе весь запас. А на другое утро опять пришел нищий Филарету и просил у него милости. Филарет отправился к улью, но он казался уже пусть. Видя, что нищему уже нечего дать, блаженный Филарет снял себе верхнюю одежду и отдал ему. Когда же он пришел в дом в одной нижней одежде, то жена сказала мне, а где же твоя одежда? Неужели ты и ту отдал нищему? Я ходил около ульев, отвечал Филарет жене, там и оставил ее. Тогда сын пошел ее на то место, не найдя отцовской одежды, сказал, как он матери. Та, стадясь видеть мужа в неподавающем виде, перешила ему свою одежду на мужскую и надела на Филарета. Господь долго испытывал своего годника, но даже во времена испытаний и искушений он не оставлял своего верного сына, воздавая Филарету за его великое милосердие. Когда была отдана последняя мера пшеницы, его старый друг по воле Божией прислал Филарету 40 мер зерна, 4 воза, нагруженных пшеницей, каждый по 10 мер. И при этом написал ему, возлюбленный брат наш, человек Божий, посылаю тебе 40 мер пшеницы на пропитание тебе и твоим домашним. А когда все выйдет тебе, тогда пришлю тебе еще 100 оказать, а ты помолись о нас Богу. По настоянию супруги 35 мер они отдали для прокорма домочадцам и уплаты долгов. Опять же все оставили себе и за два дня он раздал все это нуждающимся. После того, как пшеница была отдана нищим последняя теплая одежда, а к нему вернулось богатство, пройдя все невзгоды и горести, истинно христианское смирение и любовь Филарет получил от Бога награду. Совершенно обездоленный, мертвый для мира и не надеющийся на человеческую помощь, праведный Филарет вручил свою судьбу божественному провидению и Господь показал, что не оставил его. Императрица Ирина в то время искала невесту для достигшего совершеннолетнего сцена будущего императора Константина VI. По всей империи были разосланы концы с повелением искать повсюду самых красивых и благонравных девиц, одна из которых будет затем выбрана в жены правителя. Посланные мужи, желая успешнее исполнить повеление, тщательно обходили все области, города и даже глухие местечки. Пришли они и в селение Амниев по Флагонии. Приближаясь к нему, они издалека еще увидели красивый высокий дом Филарета, красотой превосходившихся и прочее, пишет святитель Дмитрий Ростовский. Думая, что там живет какой-нибудь знатный и богатый владелец этой местности, они послали туда своих слуг, чтобы те приготовили им помещение и трапезу. воина сопровождающих царских послов сказал им, не ходите в тот дом, господа, потому что там живет один старец, беднее которого нет никого в этой местности. Однако царские посланные не поверили словам воина и вошли в этот дом. Встретил их святой праведный Филарет очень тепло, расположил их и люди стали приносить им разную пищу, которую приготовила жена. Они устроили им вечерем, они покушали и остались ночевать. И когда у них был разговор с этим праведным Филаретом, то они узнали, что у него есть три внучки. Они очень хотели их увидеть. У старшей дочери моей, отвечал блаженный Филарет, есть три девицы, дочери. Когда гости продолжили, пусть придут те отраковицы, чтобы нам видеть их, ибо мы имеем повеление от пославших нас царей наших осмотреть всех молодых девиц во всех греческих областях и избрать для них прекраснейшую, достойную царского брака. Утром, когда взошло солнце, ведьможи гости Филарета проснулись и сказали ему, повели господин привезти к нам своих внучек, чтобы нам видеть их. Однако все же при этом прошу вас выслушайте меня милостиво, благоволите сами пройти во внутренние покои моего дома, где вы их увидите девиц ваших. И гости такчас встали и пошли вслед за Филаретом. Самые когда же послы царские увидели при этом, что внучки Филарета самые красивые из всех девиц, виденных ими во все греческих областях, то не могли удержаться от выражения восторженного удивления и сказали. Благодарим Господа, давшим нам обрести желаемое, потому что одна из сих девиц будет достойна невесты нашим царем. Лучше их нам не найти, и хотя бы пришлось пройти нам всю вселенную. И царские послы они взяли старшую внучку милостива Филарета Марию и отправились вместе с ней во дворец. Во дворце еще привезли еще 10 девиц избранных в других местах и они направлялись вместе на этих смотриблых. И внучка блаженного Филарета по дороге обратилась к сестрам то есть к этим девушкам которые тоже были выбраны сестры мои девицы так как мы все собраны здесь по одной и той же причине чтобы предстать царю то согласимся между собой так поступить когда царь небесный даст одно из нас царство земное назначу ее супруги царем так как невозможно всем нам войти на сию высоту но только одна из нас будет избрана то пусть вспомнит она о своем царственном величии и не когда посольство до силы Константинополя девиз препроводили во дворец и заведующий дворцом Ставрики первой беседой побеседовал именно с Марией и она была выбрана супруги царю Константину бракосочетание царя с лучкой блаженного Филарета сопровождалось большими увеселениями и в них участвовали только царские вельможи и вся семья блаженного Филарета и весь народ по свидетельству Дмитрия Ростовского святителя получил такие богатые дары от самого царя жена Филарета и дети его и все домашние вспомнили слова Филарета не раз говоривши им что у него сохраняются в тайном месте сокровища которые Бог приготовил для них приправ к ногам святого они сказали прости нам дорогой владыка и господин наш что мы так безумно всегда согрешали перед тобой прости потому что мы осуждали тебя и прикали за твое щедрое милость нищему богу только теперь мы увидим о бедном и нищем здесь еще говорилось о том братья и сестры что Филарет милостивый как только у него была возможность собирал многих нищих и устраивал для них пир говорил о том что сегодня на этом пиру будет присутствовать сам владыка и когда действительно собирались множество обездоленных людей нищих и он сидел среди них угощал их трапезами то невидимо и незримо присутствовал и сам Христос Спаситель богатство и слава вернулось к Филарету он как и прежде святой Нищелюбис щедро раздавал всем милостям Филарет устроил три ящика для золота серебра и меди и таким образом он раздавал богатство которое было у него то есть он продолжал также милостиво участвовать в жизни всех обездольных людей возвышение статуса и возвращение богатства не изменили святого старца и даже посещая внучки в операции в ГРС блаженный Филарет никогда не облачался в дорогие одежды когда же его принуждали одеваться в роскошную одежду он печал что благодарен богу только за его на такую высоту и что ему вполне достаточно честь именоваться просто дедом царицы так не приемля почести и достиг блаженный царь с 90 лет и в конце жизни кроткий человек был награжден даром провидения он заранее уже знал дату своей смерти и готовился к этому моменту он за несколько дней посетил монастырь где попросил ему изготовить гроб и где просил чтобы после его смерти он был похоронен и через несколько дней старец заболел подобно патриарху якову он собрал своего драка всю большую семью и просил без сожаления раздать все оставшиеся имущества бедным и обездоленным святой филарет жил после брака внучки бывшего в 788 году 4 года следовательно скончался в 792 году когда же понесли гроб филарета к месту погребения пишет святой Дмитрий Ростовский на глазах у всех представилось поразительное трогательное зрелище по гребению собрались из разных городов разные люди большинство нищих убогих больных они с воплями и рыданиями как муравьи теснились вокруг гроба и ползая взывая о Господи Божий зачем ты лишил нас такого отца и кормильца нашего кто без него напитает и оденет нас многих и голодных святого филарета похоронили в монастыре судара Дольфия в том гробе который приготовил ему по просьбе его и на том месте которое он при жизни сам себе избрал святосправедника уже в день похорон явило первое посмертное чудо блаженному филарету коснувшись честного адра исцелился один бесноватый молодой человек который всю свою жизнь страдал недугом беснованием весь народ удивился чуду и прославляя Бога даровавши такую благодать своему рабу филарету многие люди стали приходить к могиле старца просок помощи и исцеления после успения святого праведного филарета вся его семья осталось жить достойно духовного завещания святого его жена блаженная фиоза возвратилась из константинополя на свою родину по флагонию и свое богатство она употребила на построение восстановление храмов божьих сожженных и разрушенных и насъемцев на снабжение тех храмов священными сосудами и одеждами почитание святого филарета милостива началось вскоре после окончания земного пути и в настоящее время ему посвящены храмы во многих православных странах крупнейших из них находятся крупнейших из них находятся в Иерусалиме на Масличной горе храм с наибольшим почтением он пользуется и в русской православной церкви нашей в честь милостива византийца посвящены храмы в деревне Семеновская церковь в трапезном корпусе Спаса Богородинского монастыря в Сергиевом Посаде церковь в покоях архиерея в Троице Сергиевой Лавре и в городе Ульяновской святой праведный филарет пример искреннего христианина живущего по христианским законам несмотря на высокое положение в обществе и богатство его смирение и покорность воле Господа были отмечены особой милости создателя как при жизни так и после смерти молитвами его о помиловании от щедрого Бога милостивого Господа нашего Иисуса Христа Ему же собезначально Святым Духом подавает честь и слава во веки веков Аминь Аминь Где-то 30 секунд осталось Отец Александр Благодарим вас за эфир Господи Отец Александр Поси Господи Господи Я немножечко как бы это потому что подсократил чуть-чуть много как бы